добрый день вы находитесь на канале о вязании канал называется емеля ничинь меня зовут юля данное видео это подробнейший мастер-класс по вязанию вот такой зимней шапки шапка на подкладе с фиксированным отворотом шапку вы можете также дополнить помпоном если захотите примерно будет так выглядеть можно без помпона и носить я думаю что буду носить и так и так по желанию связана на лицевую гладью без узоров купол шапки выполнен таким образом поделим купол на четыре части и каждый сектор разделяется тремя лицевыми петлями фиксированный отворот не дает подкладочной стороне полностью выйти из шапки здесь не закрепляются эта шапка бесшовная не могу сказать что цель навязанная но точно без шо внутренняя сторона выполнена также лицевой гладью в одну нить внешне в две нити связано и вот так по кромочной внутренней части у нас резинка купол внутренней части шапки тоже через четыре сектора закрывается но только без центральных петель между секторами данная шапка выполнена из пряжа cool wool кашемир цвет 006 из рекомендованных значит спиц номер три и номер четыре внешняя сторона связана в две нити спицами номер четыре и внутренняя сторона в одну нить тоже спицами номер четыре резинка связана спицы номер три вы можете заменить данную пряжу на аналогичную с похожей плотностью то есть грамм на метр чтобы было аналогично либо очень близко потому что если вы возьмете например 50 грамм на 100 метров или 125 и сложите в две нити то внешняя часть шапки будет у вас слишком толстая описание я буду вязать шапку на обхват головы 55 моей шапки будет 18 с половиной сантиметров для такой шапки нам понадобится 3 мотка пряжа cool wool кашемир либо ее аналогов спицы кольцевые для вязания шапок номер три и номер четыре если вам удобнее вязать на чулочных спицах пожалуйста используйте их перед тем как перейти к вязанию вам необходимо связать образцы из необходимых вот рисунков которые вы будете использовать у меня это следующие рисунки внешняя часть в две нити спицами номер четыре вяжем образец в одну нить спицами номер четыре вяжем образец и в одну нить спицами номер три вяжем образец резинки один к одному постирали высушили в горизонтальном положении стирать только по рекомендации производителя вашей пряжи и выполняем замеры вашего образца берете вот сантиметр примерно образец его нужно связать но около 10 сантиметров то есть там 20-25 петель по ширине и по рядам по количеству вы тоже посмотрите меньше нецелесообразно потому что вы не поймете точную плотность вашего итогового полотна которые должны получить и замеряете после стирки сантиметром сколько петель например в восьми или в десяти сантиметрах у вас помещается и таким образом мы получаем следующие замеры у меня в две нити спицами номер четыре это внешняя часть получается из 18 петель 9 с половиной сантиметров я сразу исчисляю сколько у меня петель в одном сантиметре 18 петель делю на девять с половиной сантиметров получаю 1,9 петель в сантиметре в одну нить спицами номер три резинка 1 к 1 17 петель петлях 7 сантиметров 17 делит на 7 2,4 петель в одном сантиметре для этого образца в одну нить спицами номер четыре это подкладочная часть шапки занимает 18 петель 8 с половиной сантиметров 18 делю на 8 с половиной две целых одна десятых петель в одном сантиметре мой обхват головы 55 я отнимаю 3 на такое не изменим неизменимое число получаю 52 это нужно делать обязательно потому что если вы не отнимете у вас будет шапка просто большая дальше ведем расчет вот с этой цифры с цифры 52 и умножаем поочередно 52 на сколько петель в одном сантиметре на 1 и 9 на 2 и 4 на 2 и 1 получаем количество петель который соответствует вот этим сантиметром но если мы сразу столько наберем петель это шапка будет тоже большая и нужно отнять процент на растяжение нашего изделия я рекомендую вам отнять 20 процентов для этого изделия и получить следующие ну по вашим размерам результат у меня это 85 или 29 и 87 для соответствующих частей моей шапки здесь у меня схематически изображены количество петель и рядов для лицевой и для подкладочной стороны чтобы вам было удобнее ориентироваться по моему видео по сантиметрам мое изделие после стирки вот такую величину имеет 21 по ширине это без да без растяжения просто положил на стол измерила 23 общая высота отворот фиксированный четыре с половиной видео я буду измерять там где-то будет 5 сантиметров но в целом четыре с половиной пять сантиметров вот этот отворот 13 сантиметров по прямой стороне и убавки около 6 сантиметров что касается высоты самой шапки шапка при такой высоте не очень высоко поднимается над макушкой если вы хотите удлинить свою шапку будьте внимательны шапка данная связана в две нити в связи с этим внешняя часть полотна достаточно жесткая и увеличивая высоту ваша шапка пускаться например с макушки на затылок сильно не будет на будет у вас больше стоят заломить ее сложно будет плюс у нее еще есть подкладочная сторона поэтому вы конечно можете увеличить но ненамного я вам рекомендую смотрите по по вашему желанию далее в описании я буду рассказывать как когда и сколько набирать петель сейчас я хочу пояснить почему на такое число петель я использую при вязании того или нового рисунка при вязании лицевой части шапки в две нити я использую 80 петель то есть то число петель которые сделала в расчете отняв 20 процентов при вязании резинки спицами номер три и при вязании лицевой гладью подкладочной части спицами номер 4 я использую число петель соответственно 92 88 но то число петель которая сделала при расчете спицами номер 4 лицевой гладью то есть вот это число петель 99 который получается при расчете отняв 20 процентов но слишком велико для этой модели но нам нужно обладать этой информации чтобы правильно видеть прозрачно всю картину наших расчетов то есть при вязании резинки один к одному вы используете расчет на одну нить спицами номер 4 отняв 15 процентов вот она а при вязании подкладочной части лицевой гладью вы используете число расчет на когда отняли 20 процентов измерив образец в одну нить спицами номер четыре и увидев что достаточно близко вот эта величина 92 петли от 99 петель в одну нить резинкой до образцы мы сравнили наши расчетные я понимаю что моя вот эта резинка будет просто плотно лежать внутри что собственно у меня и получилось потому что вот эту часть подкладочную с резинкой слабо выполнять нам не стоит потому что она должна быть прочной и выполнять функцию ну резинки по внутренней части шапки но нам будет крепко держать нашу внутреннюю сторону поэтому при расчетах при ваших вы можете использовать ну вот величины когда вы меряете образец в одну нить спицами номер четыре вот таким способом для вязания шапки нам понадобится спицы двух размеров номер три и номер четыре спицы на леске 40 или 50 сантиметров спиц номер три у меня на леске 40 спицы номер четыре у меня на леске 50 это не какой-то специальный мой выбор это те спицы которые у меня есть дома крючок среднего размера здесь у меня много стерся поэтому не могу подсказать но здесь по моему размер где-то номер два с половиной небольшой отрезок бросовой нити нам конечно весят моток не понадобится нужно будет совсем чуть-чуть мягкий метр держите под рукой мы будем иногда и замерять наше изделие в процессе вязания и три клубка 3 пряжа cool wool кашемир от фирмы лана гросса не берите слишком толстую пряжу потому что мы будем вязать верхнюю часть шапки в две нити и когда вы возьмете в две нити данную пряжу 50 грамм 160 метров то на сразу превратится в 50 граммах будет у нас 80 метров поэтому берите либо чуть чуть тоньше либо чуть чуть толще но не радикально толще начнем с набора цепочки из воздушных петель крючком на бросовую нить я свяжу большее количество петель чем мне нужно для вязания шапки то есть мне необходимо для вязания 92 петли в по кругу а цепочку я наберу около 100 петель можно чуть больше но точно не меньше берем бросовую нить набрасываем ее вот так на ладонь кладем обматываем вокруг указательного пальца и перекручиваем кладем сверху крючком вводим в петлю на указательном пальце и подхватываем рабочую нить сбрасываем с пальца затянули первую петельку петли вяжите не слишком туго чтобы было удобно проводить потом спицы я покажу значит держим петельку на крючке подхватываем с указательного пальца рабочую нить и выводим через петельку опять подхватываем выводим подхватываем выводим я набрала 100 петель обрезаем нить и последнюю петельку так ниточку беру вытаскиваю и затягиваем все больше нам бросова нить не понадобится теперь берем спицы меньшего размера номер три берем нашу рабочую нить которую мы будем вязать основное тело шапки и смотрим внимательно на цепочку цепочка состоит из как бы лицевых петель вот такой косички и обратно ее стороны вот этих вот прожилок не знаю их назвать в общем вот эти полосочки которые идут за косичкой вот косичка с ее обратной стороны вот эти нити вот именно они нас интересуют берем в правую руку нашу рабочую нить правую руку спицу в левую руку нашу цепочку разворачиваем обратной стороной и подводим спицу вот сюда вот эту нитку которая расположена под косичкой подхватываем рабочую нить и выводим через эту косичку поэтому нам нужно чтобы цепочка была набрана достаточно слабо чтобы нам было легко вытаскивать спицы рабочую нить подводим спицу в следующую такую перемычку и подхватываем нить натяжение нити должно быть такое как у вас будет полотно это будет наш один из рядов внутри нашей шапки следующую подхватывайте как вам будет удобно вынимать нить здесь значение как вы вводите набрасывайте нет таким образом или обратным я особо не вижу главное потом провязать нить правильно за правую стенку набирайте ровно столько петель сколько вам нужно в круговую в моем случае это 92 петли я набрала нужное мне количество петель теперь нужно очень внимательно развернуть все наши петельки в одну сторону чтобы у нас не было перекрученное вязание чтобы у нас не превратилась наша шапка в восьмерку и так у меня нужное количество петель на спицах здесь я подтягиваю кончик чтобы не было петля расслабленная и просто продолжаю вязать сейчас я провяжу два ряда лицевой гладью так я покажу за какую стенку вязать вот у нас пошла нить она уходит к правой спицы к правой руке и именно за правой это правая ниточка образует нам правую стенку нашей петли за нее нам и нужно вязать чтобы не было скрученное вязание если вы будете вязать за левую стенку то бишь еще раз покажу за противоположную то у вас будет помимо того что скрещенная петля ваша шапка еще может перекручиваться несмотря на то что вы правильно свяжите и и она будет перекручиваться вот так вокруг оси так смотрим на петлю вот у петли правая стенка это правая стенка уходит перемычку между двумя петлями именно эта ниточка будет показателем за какую стеночку вязать у петли и это перемычка уходит к правой петле здесь уже предыдущего ряда а левая стенку у петли уходит в левую перемычку и к левой петле вяжем за правую стенку вводим нить за правую стенку нить за работой подхватываем рабочую нить и сбрасываем получаем ровные петли также хочу рассказать если у вас петли на левой спице развернуты не так как у меня пример ваша петля стоит вот так и правая стенка у вас в начале перед спицей то в этом нет ничего страшного вы просто цепляете вводите спицу тоже за правую стенку но вот таким образом и подхватывайте рабочую нить у меня петли стоят так поэтому я подхватываю вводя за правую стенку только за спицу левую и так и довязала ряд мне теперь необходимо переходить в вязание на резинку один к одному это чередующиеся петли 1 лицевая 1 изнаночная первую петлю я провяжу лицевой 2 петли я провяжу изнаночная изнаночная петля также провязывается за правую стенку и чередованием лицевых изнаночных петель мы вяжем резинку один на один и теперь не нужно переходить на лицевую гладь в 2 нити я беру вторую нить можно с этого клубка из середины или с внешней стороны либо брать новый клубок просто подсоединяю оставив небольшой хвостик к своей нити правая спица третьего размера нам больше не нужно мы ее отводим в сторону и заместо нее будем использовать спицы большего размера у меня это номер четыре вместе с тем когда мы начнем вязать лицевую гладь нам нужно параллельно сократить количество наших петель у нас их сейчас 92 до количества 80 штук для этого мы будем сокращать и и расчет будет такой 92 петли минус 80 петель равно 12 петель и я свои 92 петли поделю на 12 то есть на число которое мне нужно сократить получу цифру 7,6 7,6 это число через сколько петель мне нужно делать сокращение ну эта цифра не круглая она тем более нечетно мне нужно четное число поэтому я буду сокращать через 6 и через 8 петель мой ряд начинается с лицевой петли это важно начнем вяжем лицевые петли 6 штук в 2 нити спицы номер 4 1 провязали 6 петель следующая петля лицевая потом изнаночная именно такой порядок должен быть в сокращении петли если у вас петля расположена вот таким образом и правая стенка находится перед спицей то необходимо ее развернуть изнаночную петлю точно также нужно развернуть правой стенкой за спицу и здесь также в лицевой петле правой стенкой за спицу вводим правую спицу в две петли сразу и провязываем две петли вместе одной лицевой петлей теперь вяжем 8 петель провязали 8 петель снова делаем сокращение разворачиваем если у вас не если у вас также отвернуты петли то разворачивайте если нет то естественно не разворачивайте правой стенке за спицу вводим спицу в две петли провязываем две петли вместе одной лицевой петлей и так далее чередуем 6 и 8 петель я провязала первый ряд мне осталось довязать две петли рассказываю как я вела расчет я довязала до середины чередуя 6 и 8 петель в сокращении и рассчитала ну просто посчитала оставшиеся петли суммируя все все петли которые у меня были в процессе вязания я отняла 80 петель которыми нужно получить и поняла что через то количество петель вот тем же самым методом расчета если я буду сокращать через каждые 6 и 8 петель то я не успею в один ряд уложиться поэтому я начала сокращать через каждые шесть петель я уложилась и здесь я сократила два раза через каждые четыре петли это не повлияет на общий объем вот у меня произошло последнее сокращение я провязываю две петли до конца ряда все теперь я вижу спицами номер четыре в две нити лицевой гладью то количество петель которые у меня сейчас есть на спицах это 80 нужно обязательно связать на сантиметр длиннее чем вот эта внутренняя резинка полсантиметра если у длиннее это маловато может внутренняя резинка перейти на внешнюю сторону я провязала лицевой гладью теперь мне нужно соединить вязание вот так вдвое и подвязать мой край к основному полотну таким образом у меня кроме ну как бы край шапки будет вот здесь мы будем подвязывать вот к нашему следующему ряду второй ряд от начала вязания сквозь бросовую нить нам видны петли нашего первого ряда вот они вот они мы их оставим мы будем в дальнейшем использовать и эти петельки уходят вниз и образуют как бы второй ряд вот под этой бросовой нитью под первым рядом бросовой нити вот есть узелки изнаночной глади вот под каждой петелькой 1 вот здесь до 2 узелок вот это первый ряд вот второй ряд узелок вот эти петельки мы будем подхватывать и вязать первый нюанс второй нюанс при наборе мы вязали здесь резинкой один к одному 92 петли здесь же у нас 80 петель поэтому подвязывая резинку нам нужно учесть этот нюанс и периодически пропускать одну петлю и вязать через одну петлю для того чтобы у нас полотно не перекосило чтобы все было ровно поделить те петли которые у нас сейчас на спицах на 4 у меня здесь 80 петель я делю на 4 и вешаю маркер через каждые 20 петель потом поделить на 4 вот эти петли здесь у меня 92 поделить на 4 их будет 23 петли можно повесить маркеры и давайте повесим маркеры и потом встретимся я разместила маркеры теперь складываем вдвое нам необходимо чтобы наши маркеры которые мы развесили обязательно совместились при подвязывании края шапки вот к этому ряду в секторе у нас в наборном ряде три лишние петли поэтому три петельки мы пропустим при подвязывании и сделаем это равномерно внутри этого сектора и так поступим в каждом секторе здесь маркером у нас служит начало ряда то есть вот наша ниточка это первая петля вот это лицевая лицевая петля нас превращается с изнаночной стороны в изнаночную смотрим кстати вот эту нитку которая появилась у нас при введении второй нитки можно просто вот так спрятать шапочку не делайте слишком длинную и она там у нас будет существовать вот нитка нашей первой петли она образует лицевую петлю с лица и вот изнаночный столбик изнаночную петлю с изнанки возле этой лицевой петли вот идет узелок который я показала то есть это второй ряд нашего нашей шапки когда мы начали вязание что мы сейчас делаем надо запомнить вот эту петельку раз мы ее уже нашли я так придержу мы снимаем первую петлю со спицы и сразу разворачиваем для удобства правой стенкой за спицу надеваем вторую петлю 2 ряда до от кромка шапки на левую спицу и возвращаю первую петлю на спицу я это делаю для того меня поочередность чтобы при провязывании двух петель именно лицевая сторона петля лицевой стороны у меня была первая тогда у вас будет аккуратно все провязано и ввожу я спицу в первую петлю и во вторую которую мы надели от кромки шапки и провязываю одной лицевой петлей этот ряд не должен быть не затянут не ослаблен провязывать его обычным способом натяжения как все ряды которые вы вязали и так первая петля уже провязана снимаем следующую петлю которая будет участвовать в провязывании и ищем следующую петельку второго ряда вот эта петелька вот наша петля она ушла уже в петлю в провязывании для ориентира вот этот первый ряд я неспроста его показывала будет нам служить подмогой то есть под вот этими узелками первого ряда расположены наши узелки второго ряда который мы должны подхватывать я ее взяла надеваю на левую спицу сразу надеваю спицу которую я сняла с левой спицы провязываю две петли вместе вот наша первая петля насчет петля с первого ряда значит под ней находится петля второго ряда так мы запомнили я не сняла петельку снимаем петельку надеваем петлю обратно и провязываем и так далее мы действуем по кругу так снимаем в начале петлю а потом надеваем с кромки не забывая что нам нужно три петли в одном секторе пропустить я вот здесь провязала уже 4 петли давайте я 5 провяжу вот петелька и одну петлю пропущу так снимаем следующую петлю со спицы я должна провязать сейчас вот эту петлю но я пропущу и провязываю через одну следующую надеваясь петли на спицу провязываем с изнаночной стороны пока все выглядит вот так и так далее продолжаем не забывая что в каждом секторе мы должны пропустить в сумме три петли то есть по одной петле и обязательно наши маркеры вот так должны сойтись то есть мы провяжем петли справа и слева от маркера обязательно параллельно то есть вот этими петли должны сойтись и вот эти петли мне должны сойтись таким образом нас полотно не перекрутиться действием так до конца ряда сократив 3 петли вот у меня осталось для провязывания перед маркером две петельки как бы второго ряда и две петельки у меня стоят на спицах то есть я значит все сделала верно расчет мой верен и мое изделие когда я его провяжу до конца не перекрутиться и будет все аккуратно я почти довязала ряд у меня осталась одна петля хочу ее показать вот так выглядит конец ряда вот эта петля уже провязана это первый ряд под ней вот петелька не осталось вот это одна петля для провязывания снимаем петлю с нашей левой спицы и поднимаем петлю второго ряда который находится под петлю первого ряда надеваем на левую спицу провязываем одной лицевой петлей весь наш ряд мы замкнули у нас сейчас на спицах 80 петель наша резинка вывернута внутрь на внешнюю сторону нам выглядывать не будет и теперь нам нужно провязать лицевой гладью по прямой двойной нитью спицами номер 4 13 сантиметров то есть мы сейчас вяжем до убавок отворот у меня 5 сантиметров все вяжем нужную длину и встречаемся я провязала 18 сантиметров полотна по прямой я уже разместила маркеры на своих спицах делим количество наших петель на 4 и вот так развешиваем маркер поделив на 4 сектора мне нужно выделить петли которые будут образовывать мой сектор сектора будут разделяться между собой тремя лицевыми петлями вот так поэтому делаем убавление следующим образом это первый ряд убавлений после маркера 123 петли провязываем если вам удобно вы можете здесь также повесить маркер и две следующие петли провязываем одной вместе лицевой петлей с наклоном вправо петли у меня развернуты правыми стенками вперед перед спицей это правильное положение поэтому я просто ввожу правую спицу через две петли и провязываю одной лицевой петлей немножко подтягиваете эти петли чтобы не было отверстия у вас в готовом изделии наклонили петлю вправо вяжем до маркера не довязывая две петли навязали до маркера у нас осталось две петли перед маркером мы теперь будем провязывать эти две петли с наклоном вправо но так как у нас петли развернуты вот таким образом что правая стенка перед спицей мы снимаем две петли и разворачиваем их левыми стенками перед спицей правой стенки за спицей теперь вводим правую спицу через первую во вторую петлю подхватываем рабочую нить и провязываем одной лицевой петлей получилось у нас две петли провязанной лицевой с наклоном влево подтягиваем этот участок снимаем маркер 3 лицевые петли следующие 2 лицевые петли провязываем одной лицевой с наклоном влево как было показано ранее подтягиваем вяжем до маркера не довязав две петли и так далее весь ряд до конца я провязала ряд второй ряд сокращения у макушки мы провязываем просто по рисунку без изменений то есть мы ничего не сокращаем и вяжем до конца ряда провязали ряд теперь вяжем снова сокращение 3 петли границы нашего сектора и следующие петли провязываем одной лицевой петлей с наклоном вправо вводим спицу со 2 в первую петлю провязываем вяжем до маркера не доводя не довязывая 2 петли не довязали до маркер 2 петли разворачиваем петли левыми стенками перед спицей провязываем две петли вместе подтягиваем чтобы наша в нашем изделии не было отверстий здесь тоже подтягивайте следующую петлю после сокращения 1 2 3 2 петли с наклоном вправо и так далее до конца ряда теперь таким образом один ряд провязывая сокращениями второй ряд провязывая без сокращений мы будем вязать до того момента когда у нас в каждом секторе останется по 6 петель когда у вас в каждом секторе останется по 6 петель сокращение нужно будет выполнять в каждом ряду у меня осталось в каждом секторе по 6 петель теперь я буду сокращать петли в каждом ряду провязываю 3 петли границы своих секторов оставшиеся 3 петли сокращаю следующим образом я сокращу не по 2 петли в каждую сторону как я сокращала а сокращу из этих трех сразу две петли провязав следующим образом я снимаю среднюю петлю между трех и подхватываю первую петлю и надеваю ее на левую спицу делать таким образом теперь две петли которые у меня остались на спице я провязываю лицевой петлей а снятую среднюю петлю я набрасываю на провязанную петельку таким образом у нас центральная петля оказалась ну поверх двух провязанных опять следующем секторе мы первые три петли провязываем снова из трех петель и среднюю мы снимаем правой спицей первую петлю и вторую снимаем с левой спицы придерживайте первую петлю и тут же и подхватывайте левой спицей и первую и третью петлю провязываете сбрасываете с левой спицы и на провязанную петлю набрасываете снятую вторую петельку подтягивайте здесь чтобы было плотно я провязала ряд до конца теперь у меня осталось по 4 петли в каждом секторе теперь аналогичным способом я буду закрывать вот эти три петли моего моей границы секторов вторую петлю снимаем вы можете придерживать пальцами все петли чтобы они у вас не убежали и первую петлю сразу подхватываем левой спицей опять провязываем первую и третью и вторую набрасываем эту петлю которому предыдущем ряду сократили ну вот эту часть петель мы просто провязываем и так до конца ряда границу рядов мы снова провязываем 3 петли вместе стоящую после этих трех петель петлю просто провязываем я провязала ряд до конца у меня осталось на спицах 8 петель теперь нам остается только обрезать нить и протянуть через оставшиеся петли но перед этим я выполню примерку моего изделия для этого я беру маркер и надеваю оставшиеся петли на маркер вы можете использовать как один так и два маркера как вам будет удобно после примерки если вас все устроит вы можете уже обрезать нить и затянуть шапку на макушке я сделала примерку своей шапки в этом состоянии наполовин готовым поэтому если вы хотите чтобы шапка у вас была немного со стоячей макушкой не близко сильно голове то сделайте на несколько рядов больше сейчас я покажу сколько сантиметров мне получилось при данном количестве рядов вот 23 в связи с тем что эта шапка еще связана двойной нитью она не будет настолько пластично чтобы она опускалась на макушке если вы хотите добиться этого эффекта скорее эта шапка будет стремиться как бы выпрямлять свою форму и ну как бы держать форму потому что для пластики там сгибания так вот вниз у нее достаточно жесткая жесткий материал получается в итоге такой плотный поэтому она в любом случае будет держать форму и так я сейчас обрежу нить и заправлю кончики очень так крепко потому что подвязав снизу подклад я уже до этого места добраться не смогу я обрежу сколько я думаю что вот столько мне будет достаточно берем крючок и смотрим где мы закончили вязание вот так у меня выходит нить из шапки я должна вводить крючок именно в эту петлю где у меня провязана последняя петля теперь берем нить цепляю крючком выводим через все петли ниточку немножко можете подкручить крючок сильно не затягивать потому что нужно перевести нить наизнанку подхватив крючком вытягиваем нить наизнанку и теперь уже сильно затягиваем нить и закрепляем с изнанки я буду вести нить по кругу и по не по последним петлям которые были провязаны а по петлям вокруг я закрепила нити разделил их отдельно пустилась не опустила вниз немножко подняла наверх остались меня такие кончики я их подрежу но не до конца вот столько где-то оставлю изделия с подкладом сюда стали кончики теперь я предлагаю вам постирать вашу готовую шапку пока без подклада и подвязывать подклад мы будем уже к стирному изделию потому что в таком положении без подклада первоначальную стирку будет легче осуществить и легче закрепить заблокировать изделие во время сушки стирать нужно согласно рекомендациям ваши пряжи у меня эта стирка при 30 градусах сушить я буду на полотенце в разложенном состоянии и подразумеваю что я буду сушить скорее вот в таком положении я сложу ее по своим сектором по ребрам потому видны вначале подсушу их в таком положении шапку потом расправлю по другим сектором и просушу в таком положении главное здесь вот эти места ребра когда вы складываете ткань не сильно вот так складывать немного делать волной чтобы у вас не было здесь ярко выраженной складки например так я высушу у вас подравняется вот эта часть кромочная и потом уже мы будем подвязывать подклад я постирала мою шапку вот так изменилась полотно после стирки петли еще сильнее подравнялись что касается мягкости но на и было и так мягко в принципе это пряжа после стирки она стала более каким-то воздушным вот так выглядит макушка затягивайте петли когда вяжете последние ряды сейчас измерю окончательную высоту моей шапки 23 так нам осталось подвязать подклад также мы стирали нашу шапку внешнюю часть перед тем как под этот подклад чтобы знать окончательные размеры нашего изделия потому что мы постирав шапку вместе с подкладом каждая часть его может повести себя немножко по-другому а теперь мы точно знаем размер нашего и внешней части шапки подкладочную часть шапки можно сшить чуть-чуть плотнее но не сильно но только не свободнее потому что если ваша подкладочная часть будет свободнее чем внешне то у вас внутри будут образовываться закладки это будет ну негативно сказаться на внешнем облике вашего изделия напомню что у нас здесь остался хвостик от наборного ряда мы сейчас этот хвостик соединим снова нитью и будем из этого хвостика вывязывать дальше наш подклад как соединить концы пряжи для каждого отдельного случая по составу смотрите мой отдельный мастер-класс я оставлю ссылку вот здесь где-то наверху вы видите сможете перейти по ссылке и посмотреть как соединить нить в данном случае я буду нить соединять методом сваливая а сейчас мы будем набирать наши петельки которые цепляются забросовую нить на наши спицы берем этот левый левый хвостик воздушной цепочки и с обратной стороны мы видим что наш этот кончик переходит в этот узелок собственно под какие узелки мы подхватывали спицу и вывязывали петельки и вытянули нашу нить наружу и теперь потянув за ниточку наше звенья легко распускаются теперь берем значит спицу в правую руку и подтягивая звенья подхватываем петли которые у нас образуются вот под бросовой нитью вот первая петелька мы ее подхватим и вытащим нашу цепочку вторая петелька немножко убежала вот 3 петелька подтягиваем цепь и подхватываем петли чтобы они не убежали будьте внимательны не торопитесь вытягивайте цепочку подхватывайте петлю мне очень нравится этот метод набора на бросовую нить потому что вот этот этап когда мы убираем бросовую нить и нанизываем петли он очень прост и это первое а второе вы не тратите время на вывязывание например есть метод когда вы сбросовой нитью вяжете спицами просто то количество как у то количество петель которого необходимо вязать просто вашей нитью рабочий но вы вяжете на бросовую нить там два-три ряда не вижу смысла тратить на это время мне кажется гораздо проще набрать звенья крючком это легче для меня я считаю что это более скорый по времени метод потому что главное наработать какой-то навык в этом хотя бы даже один-два раза и следующий раз вам это будет все гораздо проще даваться я перебросила сбросовой нить и все петли на мои спицы надену маркер для того чтобы видеть конец и начало ряда не буду надевать на спицы чтобы мне не мешал просто отмечу вот здесь внизу навешиваю что это начало и конец ряда для того чтобы подкладочная сторона шапки не образовывала складки и не было больше чем верхняя часть шапки я сокращу количество петель на 4 сейчас у меня на спицах 92 петли я уберу 4 петли таким образом у меня останется 88 петель и в макушке их будет легко поделить на 4 сектора и сократить таким же способом как внешнюю часть шапки только я не буду делать такого большого расстояния между секторами вот эти три петли чтобы сократить количество петель на 4 я через равное количество петель буду убирать по одной петле 92 делю на 4 получится каждый 23 петли провязываю первую петлю и вторую петлю я разворачиваю правой стенкой перед спицей и провязываю их вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо вяжу 23 петли и снова сокращу я провязала 23 петли сокращаю еще одну петлю правые стенки меня стоят перед спицей через вторую в первую провожу спицу провязываю две петли одной петлю и так далее до конца ряда я сокращу в этом ряду 4 петли и в остальных рядах я никаких изменений делать не буду я просто провяжу лицевую гладью нужную мне высоту я провязала внутреннюю часть шапки провязала несколько короче чем моя внешняя часть теперь я все свои петли поделила на 4 части у меня на спицах 88 петель я поделила 4 сектора по 22 петли в секторе и точно таким же методом как верхней части шапки только без этих центральных петель я буду делать убавки красный маркер отличается по цвету у меня один от других это будет обозначаться начало и конец рядом и так после маркером сокращаем первую петлю в секторе две петли провязываем одной лицевой петлей правая стенка у нас перед спицей все размещено правильно поэтому просто через 2 в 1 вводим правую спицу и провязываем одной лицевой петлей далее вяжем все петли по рисунку не доходя до маркера двух петель и сократим еще одну петлю возле маркера две петли разворачиваем петельки в правую сторону и через первую во вторую вводим правую спицу подхватываем рабочую нить и провязываем две петли 1 лицевой петли петли у нас наклонились влево снимая маркер и теперь следующие две петли провязываем с наклоном вправо через вторую в первую вводим спицу и провязываем одной лицевой петлей 2 5 таким образом у нас крайние петли возле маркер наколонились навстречу друг к то есть они смотрят сейчас на маркер вяжем снова не доходя до маркера две петли таким образом сокращаем наши петли возле каждого маркера когда я довяжу этот ряд следующий ряд я не буду сокращать а просто провяжу по рисунку и таким образом буду сокращать и провязывать по рисунку через один ряд один ряд мы сокращаем петли второй ряд вяжем по рисунку ровно так же как во внешней части шапки когда количество петель в секторе достигнет 6 штук я буду сокращать петли в каждом ряду все таким образом сокращаем до 6 петель в каждом секторе я провязала подклад закрепила его на маркер по прямой до убавок я провязала 12 сантиметров подклад еще не стирен как вы понимаете общая высота подклада у меня 18 сантиметров напоминаю что верхняя часть шапки у меня уже постирана внутренней еще нет и я сделала внутренний подклад шапки пока несколько короче потому что после стирки он чуть-чуть подтянется и как раз сядет вровень с моей верхней шапкой шапку я надев внутреннюю часть на маркер уже померила высота меня устраивает все мне осталось постирать внутреннюю часть шапки верхнюю меня уже постирана стирать я буду только подклад даже если верхняя шапку немножко намокнет ничего страшного все вместе снова высохнет внутренний подклад расправиться и сядет на место шапочка постирана верхнюю часть я слегка намочила но случайно по нижней части где она соединяется с подкладом и высушила все вместе вот мой подклад плотно немного выровнялось так выглядит макушка в принципе вот эти клинья вы можете делать на ваше усмотрение вы можете здесь вставлять одну лицевую петлю между секторами потому что вы видите что когда вот такая гладкая нитка то очень четко виден этот шов систем что-то подкладочная сторона это такого большого значения имеет но вот на будущее можно учесть что при ровной пряжи лучше здесь делать соединительную петлю то здесь у нас их три в изнанке можно делать одну можно вообще не делать значит вот так выглядит макушка сейчас мы померим подкладочную сторону после стирки здесь вот так достаточно непросто мерить потому что величины маленький и погрешность такая легко ощутимая если немножко неправильно положил изделие могу сразу сказать я уже мерила просто хочу делать это при вас у меня шапка практически не вытянулась может быть там какие-то три десятых сантиметра буквально немножко на подтянулась по высоте она может сказать осталось точно такая же 18 сантиметров вот здесь на камере выглядит 17 почему на самом деле она вот кладешь ее на ближе к 18 все-таки идет здесь не видно камера стоит слева поэтому по касательной искажается изображение вот так выглядит место соединения на объем головы 55 ширина шапки здесь а в средине по мере 21 сантиметров могу сказать что когда я примеряю она сидит у меня не очень плотно но хорошо просто аккуратно прилегает голову облегает подклад получился чуть чуть короче чем верхняя часть это чувствую когда так ввожу руку во внутреннюю часть шапки образуется такой небольшой здесь напуск но может быть это немножко накосит когда ее так проглаживаю но я чувствую что подкладочная часть не больше чем внешне высота шапки 23 сантиметра и что касается напуска она тоже не слишком сильно напущена можно сказать что она практически без напуска то есть чуть-чуть поднимается макушка и все также эту шапку можно выполнить с помпоном тогда вы вводите ленты помпона вот в эти петли чтобы у вашего помпона была широкая посадка если вы ведете помпон лента помпона очень близко к центру ну например здесь или вот вокруг вот этого цветочка как бы замыкающего в кольцо то у вас помпон будет объяснить в общем немножко болтаться от шапки и не будет плотно прилегать а если вы его вот здесь подвяжите чуть чуть подальше то он будет крепиться по внешним сторонам и будет у него плотное прилегание к макушке у меня есть вот такой помпон сейчас я вам покажу вот такой оттенок помпона в принципе я планирую эту шапку носить с шарфом потом будет отдельный обзор например вы можете тоже с помпоном носить эту шапочку будет очень хорошо также на ваше усмотрение вы шапку можете удлинить в таком случае если вы хотите сделать ее несколько длиннее будьте аккуратны потому что у вас шапка с подкладом вы будете удлинять шапку и сильно провисать на затылке эта шапка не будет потому что у нее достаточно плотная внешняя часть систем что она связано связано в две нити и еще есть подкладочная часть то есть у нее сам каркас очень жесткий так да и вы должны значит удлинять если вы хотите менять высоту вот эту часть то что вывязано по прямой также вы можете изменять высоту вот этого отворота вы можете его сделать выше ну сильно узким я не рекомендую делать я думаю на общий облик шапки это ну не очень качественно повлияет сильно узким не стоит делать и отворот будет немножко загибаться и круглиться не будет такого фиксированного чтобы могла шапку успела вот сам материал сложиться и лежать вот так вот ровно потому что и будет загиб и здесь будет еще один давались видно этот шов стягивания он будет тоже здесь у вас будет скругление вот в этом части в кромке шапки в краю шапки поэтому либо чуть чуть выше ну короче уже не стоит вот так